Приветствую вас, и начать хотелось бы с того, что захотелось бы заметить тот факт, что молодой человек, ваш мужчина, он был с вами честен. То есть он изначально сказал вам о том, что на данный момент у него трудный период в жизни, он на данный момент не готов вступать в отношения, не готов реализовывать себя как мужчина, потому что недостаточно много времени прошло с тех пор, как завершились его предыдущие отношения. То есть он, в принципе, вам сказал сразу все как есть. Вы общались с ним какое-то время, и видимо, что он сам хочет увлечься новыми отношениями, и хочет, в принципе, как-то жить дальше, но пока у него не получается это сделать. И правда заключается в том, что так может продолжаться очень-очень долго. Дело здесь даже не в том, что у мужчины трудный период. Дело здесь не в том, что ему сложно, тяжело переступить через себя и как-то продолжаться встречаться. Дело в том, что мужчина, даже если будет это делать, даже если он будет стремиться вступать с вами в отношения, он будет постоянно сравнивать вас и ваши отношения с тем, что у него было когда-то до вас. Ну вот во времена первого сухого брака. И вот это вот сравнение его постоянное, значит, с тем, что было, ну, на корню, по сути, на корню обрубает возможность уже вашего нормального развития отношений. И в этой ситуации, вот в этом случае вам нужно для себя в первую очередь определить так. Первое, и самое главное, это то, что вы сами хотите. Чего вы сами хотите для себя в этих отношениях? Хотите вы быть с мужчиной? Хотите вы, например, делать его счастливым? Предположим, предположим, предположим так, тогда вам нужно просто-напросто взять и принять его позицию, принять его, ну, скажем так, отношение к вам и взять в использование ту форму взаимодействия, которую он считает для себя наиболее приемлемой. Вот вы говорите, стали общаться по телефону активно, пригласили, значит, встретиться, вроде бы договорились встретиться, да, но, значит, собственно, не получилось у вас. И вот вы пишете, стали общаться по телефону, он пригласил говорить о нас и так далее. Значит, сделать шаг он не может, сейчас не то время для этого. А вы пытались что-то предпринять. А пишите вы. Так вот, вот вы сейчас взяли за основу разговор по телефону, вот вы так и двигаетесь, в каком направлении пока и оставаетесь. А дальше для себя решите сами. Вот сколько времени вы будете этому следовать. Дайте мужчине понять, что вы не робот, что вы стать его бесконечно, вы не будете, не можете, да и не хотите даже этого. Дайте мужчине понять, что, в общем-то, у вас есть только свои желания, свои эмоции, свои переживания, свои чувства, в конце концов. И да, вы понимаете его, да, вы понимаете, что ему тяжело. Но, если вам, если ему тяжело, вы-то страдать от этого не должны. И мужчина, если он искренне относится к вам, это понимает. Мужчина это понимает, это знает, это чувствует и отнесется к этому нормально, адекватно. Вам, в самой, в данном случае, необходимо для себя определить время, сколько вы готовы вот так вот жить. И постепенно от мужчины отдаляться, если он не решит что-либо. Вы можете в разговоре с ним сказать также, что вас не устраивает то, что сейчас есть, что вы хотите с ним быть, что понимаете, что ему тяжело. Видите, что он не может справиться сам со своими чувствами. И, быть может, ему стоит обратиться, например, к психологу. К нам на ресурс, хотя бы. Задать свой вопрос. Понятно, что у человека психотравма. Понятно. Так эту психотравму можно преодолеть, эту психотравму можно разрешить, эту психотравму можно окупировать. Это делается, не сказать, чтобы прям очень легко. Но, тем не менее, это можно сделать. И можно сделать это достаточно короткие сроки. Вот, собственно, то, что я хотел вам сказать. Вот, что я хотел бы вам донести здесь. И, понимаете, действительно вам тяжело. Понимаете, вам действительно трудно будет все это терпеть. Вам действительно будет невозможно постоянно ждать, пока мужчина будет, значит, решаться. И поэтому нужно самой принимать какое-то решение. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует.